здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала мы продолжаем проходить игрушечку тургор направляемся мы сейчас за изумруд за пурпуром светляки есть только пурпур идем мы за пурпуром ничего другого не остается поэтому пока пошли самое важное чтобы мы за этот цикл успели еще дойти в рудники раскрыть раскрыть собственно рудники я думаю мы с этим вполне справимся но в целом посмотрим желательно здесь в светлячках поймать собственно светлячков еще на нижних этапах во первых это удобно много места вторых здесь не не должны скажем так появится летун и самого начала поэтому резоне их выловить внизу но светляки могут быть еще и на этажах хорошо пока место есть все есть здесь я вроде бы все собрал все хорошо опасная ситуация такая вот как ты вроде бы выкарабкиваемся помаленьку ну но все равно много много непонятного где брать сирене если она не придет как выжить когда праздник закончится конечно вы правы были в комментариях что по большому счету с деревьев собирать можно и раньше что самое главное это момент посадки дерева они не так сказать сбора с деревьев да поэтому действительно с деревьев собирать можно уже самое главное их полностью засадить когда вы собственно сажаете дерево это неплохо потому что может нам помочь если нам понадобится экстренно цвет значит мы сможем собирать несколько пораньше но вот момент в том что это несколько вносят путаницу потому что вроде собрал одни собрал сколько там осталось надо помнить в общем с одной стороны хорошо дает нам поблажку что нам не надо выжидать пока вырастет весь цвет с другой стороны плохо тем что ну напомнить делать а сколько осталось где чего и так далее если конечно хочешь грамотно конечно есть подсказки я не спорю но все-таки такое так у меня будет два выхода и нам надо заполнить колбу тоже пурпура там не будет а там уже янтарь заберем поэтому раскидываем сейчас имеющийся у нас пурпур по сердцам и надо смотреть за отростками то есть если будет опасность потом перелить все в одно два три сердца ну то есть прорастить так чтобы пророс до того как мы заберем янтарь а по пути мы зайдем с вами в рудник и поставим добытчики тогда и вот это все надо как-то уложить в одно действие в принципе справимся в принципе справимся пор пора как раз он и уйдет на юну до открытию но у юны там уже своя движуха и будем посмотреть в остальном вроде бы все нормально главное чтобы я все успел за этот цикл давно кстати не сохранялся опасно следи за собой что опустила так ну уберем с низов а здесь надо где-то рубашку еще на один выход распределить то есть где-то по 30 по 30-40 мелкие с первого выхода мы заберем а вот это все дорастет вот так да наверно как то так 17 по циклам ну рудник мы как раз и успеем открыть там у нас янтарь там у нас чуть-чуть сирене и по моему чуть-чуть изумруда нормально мне не нравится что они правда рядом с садом там трутся в целом нормально что давай вперед успеем или не успеем успеем или не успеем так ну с рудниками с жилами здесь надо немножко подождать надо немножко подождать и капли да побегаем за каплями янтарные и изумрудные и что вы мне хотите сказать что здесь весь цвет в каплях клево клево походу я здесь надолго ну ладно хорошо тогда я сейчас выловлю капли как раз пока буду ловить капли у нас проявится рудник если он тут вообще есть вообще по моему маленький то янтаря у нас есть рудник не забрал ладно ребят это слишком медитативный интимный момент в игре ловли капли поэтому я ее немножко под пропущу и и и и и и и и и Ну что ж, вроде бы капельки подзакончились У меня пришла сирень и чуть-чуть серебра на каплях И реально не очень-то и много Поэтому есть подозрение, что во многом они в жилах Я помню, где у нас жилка янтаря Вот туда мы поставим цвет А вот где у нас, есть ли вообще еще в ротнике жилы сирени или серебра Это надо смотреть Надо смотреть, надо искать, выискивать И возможно я их даже пропущу Но хотя бы одну жилу поставить надо Вот янтарь у нас где-то здесь был Да, вот он прям пульсирует Его плохо видно, конечно Но все же Так, как эти знаки делаются? Удар Удар Знак для расчистки доступа к цветоносным жилам в рудниках Пробивает скальную породу вместе предполагаемой жилы Он откроет место рождения, но для извлечения цвета из жилы Понадобится второй горный знак, который называется гарпун И гарпун это песочные часы Гарпун Знак используется для извлечения цвета Хорошо Также момент тут еще в том, что, друзья Во-первых, даже если вы знаете, как рисуются знаки, но у вас нет сердца С этим знаком в игре это не прокатит использовать То есть надо именно найти сердце с самого начала Во-вторых, удар работает по баллистической траектории То есть, грубо говоря, если я его брошу вот издалека в знак То он как бы пролетит и упадет Ну то есть он сначала полетит в знак, а потом упадет где-то ниже Поэтому желательно удар использовать почти вплотную к знаку Иначе вы можете, ну, тупо не попасть в него, грубо говоря Вот так красиво открываются жилы Нет разницы, каким цветом вы будете пробивать жилу Нет разницы, каким цветом вы будете ставить гарпун Вообще без разницы И сколько вы в этого все вольете Это ни на что не влияет Вот тоже желательно делать вблизи Потому что и гарпун тоже летит как бы по баллистике Вот такую хреновину мы втыкаем в жилу И цвет из нее начнет собираться вот в этом сгусток Он никуда не денется Этот цвет не заберут братья Я не уверен, могут ли увеличиваться или уменьшаться запасы в жиле Но я точно знаю, что может быть Несколько жил одного цвета вроде бы Но могу ошибиться Поэтому Ну, не могу сказать точно Да или нет Так это или нет В любом случае Не мешало бы еще поискать Серебро и фиолетовый То есть С одной стороны их различить можно Они как бы пульсируют Но представьте это делать Например на стене Где у тебя мешают ушаны Где ты можешь в любой момент сорваться Поэтому не все рудники удобны Не все рудники Хорошо исследуются Скажем так Издалека это сложно заметить То есть Если жила большая Ее можно заметить издалека Но Вот с небольшими Могут возникнуть проблемы Я что-то подозреваю Что не будет у нас Сиреневые жилы Что здесь сирень была в каплях Есть такое ощущение Потому что у меня не приходили капли Этого Янтаря Вот янтаря капель не было А В каплях было только сирень и серебро А у нас по маячку Как бы было сказано Что Здесь есть Ну только сирень, серебро и янтарь Поэтому Наверное жил не будет Почему-то мне так кажется Ну в любом случае Если не дособрали Или Еще что-то Значит я ошибся И действительно Где-то здесь есть жила В любом случае Жила никуда не денется Жилу не высосут братья А вот действительно То что я вам говорил За этим бастионом Чисто Бесконечное Море Попробовать туда Вывалиться что ли Почему бы нет Нам все равно Уходить в промежуток Сейчас я как раз Выйду И мне надо Добить Добить пурпур И при этом Еще одно сердце растить Дожигать пурпур По пути Мы поместим Наверное Все в свечу Потому что В колбу Я его Уже не уберу А мне надо будет Место для Янтаря В промышленных масштабах Уберем в свечу В большое сердце А постепенно Будем подливать его Чтобы ростки Расцветали Как раз нам хватит Одной колбы На Юнуэ И Янтарь Который мы заберем Мы потратим На Юре А тем временем У нас потихоньку Разрастается наш сад Так приятно Когда тебя братья Нити ребят Не трогают С другой же стороны Если бы я не треникнул Сирень Я бы же мог Посадить одно дерево Сиренья Но у нас выбора Не было Нам надо было Чем то действовать Так что Пусть будет Лучше так Да Янтарь будет Потихоньку Прорастать Это будут Такие НЗ Запасы Пожалуй Так Что нам Несет Новый цикл Янтарь Вопросы? А в любом случае, сейчас мы идем за янтарем. За нашим янтарем. Добираем до конца сад. Да, там он был в каплях, там нету жилы. И, друзья, приходит самый старший, самый опытный, самый страшный брат. Ну, как страшный самый? Не самый страшный. Но один из старейших. Это Патриарх. Патриарх будет стремиться с нами поговорить. А мы стремимся делать свои дела. Поэтому потом пообщаемся. Походу. Как я про тебя забыл. Вот это хорошо. 30 на ростках. Остатки доращиваем. Янтарь влезет весь, еще и останется. Так. Ну что, проверяем, чтобы мы ничего не забыли в этом саду. Что у меня нигде не осталось хвостиков. И вроде бы все. Да. Ну что ж, сад, пещера выбран полностью. Я боюсь, мне вот этого не хватит на... На ИРМ. Прям стойкое ощущение, что не хватит. Это примерно колба. Это примерно мы сердце открываем. Но не сможем второе раскрыть. И тогда пойдет вход янтарь из моста. Это еще пробежки будут. Ну и ладно, зато пособираем. По... Промежутком. То есть, сейчас мы сталкиваемся с обратной проблемой. У меня много сердец, но у меня нехватка цвета. Можно вот этот изумрудик, конечно, оставить как НЗ. Но мы и на сиреньке поживем, на серебре там поживем, если что. А этого, чтобы он какой-то, хоть какой-то был цвет в запасах. Пожалуй, прощу я все-таки его и прощу серебро. Ну мало ли, вдруг куда чего. Кто его знает. По 35. На доходах. По 25, по 35 на выходе штраф. Да, наверное, как-то так. Почему я их стремлюсь открыть? Во-первых, у них свои там покои есть. В этих покоях есть сердца. Есть доступы к другим сердцам. И, соответственно, резоннее сейчас открыть этот тир, а потом уже сосредоточить свои силы на сестрах верхних. Тем более, у меня сейчас нету цветов под сестер верхних. И нет ничего такого страшного в том, что мы сейчас будем открывать тир второй, а не там... Не третий, к примеру. Так, колба полная. Порпур в одну кучу. Карпали доращиваем на ноге по ходу движения. В пределах 30. Вот как-то так. Это остановимся, заберем до конца. И, если что, живем тогда на пурпуре. То есть, под конец можно будет раскидать пурпур по выходу. Ну что я? Ну, приду к ней с колбой. Одно сердце мы откроем. Этого мало. С заповедников собирать такое себе. Ящеру можно втащить, в принципе. Сердце с него получить лишнее. Нам в любом случае им надо будет втаскивать рано или поздно. Мост, сад мой потихонечку расцветает. Здесь искать эту жилу сирени прям та еще радость. Прям вообще не хочу. Здесь жилку мы поставили. Вернуться в туман. Хвосты подозабрать. Там тоже масса пурпура. Это мысль. Дожечь. Янтарь. Подзабрать это дело. Да, наверное, так и сделаю. Вычистим сад. Сад в основном там сейчас светляки гоняют. Светляки, кусочки. Всякое такое. И на пути в капище не имеет смысла. На Юну. Опять на это. Здесь цвета. Да, наверное, как-то так. Давайте действовать будем пурпуром, потому что его предвидится намного больше, чем янтаря. И пойдем вот так. По пути нас, конечно же, встретит патриарх. Как минимум поговорить, познакомиться. Сейчас мы еще вэхо врежем сюда. Сердце опустело. Следи. Но это ни к чему не приводит. Это просто они нам встречаются. Догорит ли янтарь? Не знаю, догорит он или нет, но нам надо помочь ему немножко догореть. Побыстрее. Чтобы дать место пурпуру. Не менее быстро время идет. Цикл быстро. Заканчивается. Но с другой стороны мы делаем то, что мы делаем. То, что мы хотим. Сейчас я проверю. Все ли деревья выбраны? Ну, вроде бы все были выбраны. Что за странный звук? Еще хочется сказать, что в голосе цвета сады в ремейке, скажем так, они еще менее защищены. Потому что даже если вы поставите ловушку, садам может угрожать не только братьям. В голосе цвета в сады могут еще прилететь такие разновидности недородков, которые высасывают деревья. Их редко там можно встретить, но не бывают. То есть, если эти недородки все-таки сидят по заповедникам, ну, конкретно в этой части, то в голосе цвета немножко не так. Прекрасные запасы пурпура. Прекрасно. Если вам может быть немножко кажется, что мы топчемся на месте, я напомню вам, что мы почти два сердца открыли Юния. И да, откроем сейчас. И почти сердце Оль, и познакомились с ними. Поэтому нельзя сказать, что мы топчемся на месте. мы... Я, если честно, даже не думаю над тем, что я буду делать в игре дальше. Как я вообще буду открывать третий этаж. То есть, я, конечно, думаю, что мне нужна сиренний лазурь и золото. Но где их взять? Это, конечно, вопрос. Это, конечно, задача. Поэтому будем импровизировать. Как обычно. Так, ну и светляки. Сиренний лазурь еще проблема, что вот такой прыгающий кусочек цвета не привлекает светляков, потому что он как бы в движении. Они его не замечают. То есть, им надо именно, чтобы он лежал спокойно. Это иногда мешает. Потому что рельеф не всегда прямой. и более того, они иногда вот прям двигаются по своим светлячим делам и хоть-то ему перед носом выбрось, ему наплевать на него будет. А ближе подойдешь, ты его спугнешь. это сирень, это хорошо. Так, еще один. более чем хорошо. Пришел цвет 149. Будем растить сирень. после них и сажать одно дерево 100% в сад. Хотя бы. Хотя бы с чего-то надо начать. К сожалению, нет локации с маленькими деревцами, чтобы себя буст сделать, старт сделать. Но набрали сиренью. Это хорошо. Теперь ставим где-то в 20 янтарь, чтобы на выходе на штрафе он дорос. Как раз освобождаем себе плечи под золото. Все остатки запихиваем пурпур. Пурпур должен уйти. потому что дальше мы идем во-первых знакомиться с патриархом, во-вторых дооткрываем юну. Жить мне потом будет на чем. Мы будем жить на сирене и проращивать сирень под дерево. Поэтому в принципе все неплохо. Я вот только сейчас где-нибудь с пурпуром лоханусь немножко. Но это же я. Я могу. Ладно. Как-то так. Все. Здесь вроде бы все. Пойдем. Выходим. Да, будет такая собирательная серия. Добирательная я бы сказал. И патриарх. Вообще его бы надо перехватить. Поговорить с ним. Вот это я глупо сделал. А может и нет. Да нет, конечно, глупость. Хотя по-моему впритык. По-моему впритык. Как раз добежим патриарха. сначала догоним патриарха. спрят Продолжение следует... ...и тебе стоит довериться моему опыту. Я скажу тебе, почему слушать еретическую ложь сестер, умоляющих проводить их наверх, табу. Ты ведь наверняка нарушаешь запреты и уже успел поговорить с некоторыми из них. Не отрицай, не надо. Я стар и потому снисходителен. Снисходительность заставила меня всерьез задуматься, какие причины подвергли тогда Инна на этот безумный самоубийственный рывок. Я тогда усомнился. Сестры не такие, как мы. Они рождаются здесь, а значит и природа их райская. Может, дело в этом? Может и так. Но нет, и не будет иных миров, кроме этого, младший. Кроме того, что здесь и сейчас. Мир един, а рай создается верой. Я верю, а значит твердо знаю, что не может быть ничего выше и лучше, чем рай, который мы обрели здесь. Надеяться на то, что есть рай выше рая – безумие. Их порывы – просто форма безумия. Это безумие происходит от избытка цвета. Они умеют вобрать в сердца столько цвета, сколько не могут воспринять. Ведь для этого нужна мудрость. Верь мне, мой мальчик. Нам дано то, что мы заслужили. Мы не имеем права предать этот божественный дар. Отвергнуть свой рай, желая лучшего. Непростительная потлость. Нет и не будет иных миров, кроме этого. Я все сказал. Ну что, друзья, вот такой вот он Патриарх. Давайте, во-первых, почитаем про него. Рассудительный, опытный, склонный к сомнениям Патриарх, по праву считается мудрейшим из братьев. И хотя остротой ума уступая дерзкому жонглеру, а властностью волевому богомолу и непримиримому тирану, авторитет Патриарха до сих пор никем не оспаривался. Патриарху принадлежит Юна. Дело в том, что Патриарх, мудренный опытом, мудренный своими годами, именно он первый почувствовал цвет промежутка и вознесся из глубин кошмара. Именно за это Патриарха, как человека первопроходца, протоптавшего, скажем так, путь из кошмара в рай, и любят и уважают братья. Он не метит на что-то, он что-то вроде такого престарелого дона, отошедшего от общей суеты дел фра-3, но тем не менее пользующийся безграничным уважением. И с высоты своих лет он действительно начинает задумываться над связями и последствиями, да, почему именно произошло это, почему так сложилось, что пытаются добиться сёстры. И Ходи приходит к своему заключению, да, потому что не может же быть рая выше рая, как так? Ведь уже то, что есть, это уже рай, вот, и эту веру он всё-таки принять не может. Ну, он довольно, довольно лоялен к нам, он поясняет нам, ну, как хороший такой заботливый дедушка, да, типа, что ты всё поймёшь со временем, ты придёшь к этому там, и так далее, и так далее. Поэтому слушать еретическую ложь сестрёр о мире, который может стать лучше, быть лучше, чем тот мир, что есть у них сейчас, табу, это вполне естественно для братьев. Нам пришлось сделать небольшое отступление в сторонку, да, но это не помешает нам, что меня по янтарю. Одно сердце растёт, дорастает, как раз колба. В принципе, норм. Но теперь надо максимально быстро топтать до Юны, иначе мы начнём терять ростки. И да, Юна, это сестра патриарха. То есть, ещё одна из опасностей, которая перед нами встаёт, это то, что мы питаем сестру старшего. А это опасно. Так, как мне к ней лучше пройти, кстати? Мы можем через верх, кстати, пройти. Только быстрее ли это будет? Раз, два, три. Раз, два, три. По-моему, одинаково, но ради разнообразия я хочу через верх пойти. А почему бы и нет? Так, и... Вот это сердце надо обязательно бы освободить. Чтобы мне было куда золото залить. Это уже не имеет смысла. А в остальном просто поддерживаем. 30-40, как раз на ходы. Нормально. Нормально. Здесь полная колба. Что-то он ещё хочет нам рассказать. От имени всех братьев, младший, я должен дать тебе объяснение. Ведь скоро тебе предстоит стать рядом с нами, как равному. А сейчас ты должен быть бижен на нас. Объяснил, почему братья не торопились начинать праздник в честь твоего вознесения. Они удивились твоему облику. Они удивились твоему облику. Они сомневались. Но я знаю тебя. Признаю тебя и подтверждаю, что ты праведник. Ты, как и мы, вознёсся сюда из кошмара. Смешно было сомневаться. Ты не просто один из нас, младший. Ты и есть тот самый искомый, кто должен был принять безымянную сестру. Прости их за колебания. Мы были слишком подавлены горем. Теперь, когда ликование после возвращения очищенных братьев стихло, мы были бы рады устроить новый праздник в твою честь. Но несколько братьев, твоих наставников, воспротивились. Они свидетельствуют, ты уже нарушил столько непреложных табу, что это действительно недопустимо даже для новорождённого. Вместо благоговения они в тебе видят дерзость. Я не одобряю их суровости, пока я ещё не присмотрелся к тебе. Я тебе верю. Но я вижу, что вопрос о тебе грозит нам расколом. Сейчас, когда мы обрели долгожданное единство, это особенно горько. Потому прошу тебя доказать свою праведность делом. Веди себя так достойно и честно, чтобы никто из твоих недоброжелателей не мог тебя упрекнуть. И они замолчат. Даю тебе слово. И будет праздник. И ты воссядешь рядом с нами. И мы причастим тебя нашим таинствам. Пока же им. Учись и слушайся наставников. Главное для тебя завершить учение. Простимся на этом. В общем, друзья, есть хорошая и плохая новость. Хорошая в том, что всё-таки патриарх на нашей стороне. И он частично понимает нас и не хочет конфликтов. Говорит, просто следуй заповедям. Будь таким, будь чуть-чуть послушнее. Будь чуть-чуть немножко собраннее. Играй по нашим правилам. И тогда у тебя всё будет хорошо. Пожалуйста, не доводи, говорит, до конфликта. Это хорошая новость. Плохая в том, что праздник их потихоньку заканчивается. А это значит, что мой сад под угрозой. И посмотрите, сколько здесь лазит. И я сейчас ощущаю такое, что будто я себя сейчас загоняю в ловушку. У меня есть странное подозрение. У меня есть странное подозрение. Потому что я сейчас потрачу цвет на этих сестёр. Я через них прорвусь. И у меня начнутся проблемы. Начнутся проблемы, потому что я запятаю два сердца для Инна. Я, возможно, даже открою Ире. Её триумфатор здесь ходит. И как минимум два брата захотят меня научить уму-разуму. А у меня нет света. И как бы успеем ли мы там заскочить в сад, забрать где-то что-то. Может, что-то придёт к нам. Может, ещё что-то. И я надеюсь, что садик дотерпит. Потому что ловушка в нём не стоит. В общем, я не знаю, что у нас будет дальше. Но всё выглядит довольно печально. Также я вижу, что время нашей серии очень неумолимо движется к концу. Поэтому давайте всё-таки раскроем два сердца у Юны. В конце концов, вы же из-за этого 40 минут, наверное, терпели мои вот эти брождения туда-сюда. Я думаю, да. Я думаю, что пурпурта нам на всё хватит. Даже ставим немножко, может быть, на бои, может быть, на ящера. Пойдём посмотрим, пока я не уверен, что я буду делать. Но если мне срочно цвет понадобится, тогда мы пойдём на ящера. Ну, посмотрим. А сейчас к Юне. Ох уж, это кузница её. Так. Золото в сердца. В этот раз я не забуду. Я пожалею, наверное, об этом. Ну да ладно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда-нибудь я объясню тебе, в чем состоит твое призвание Сестра действительно принесет в мир свои оттенки Но опять же, не думаю, что пока стоит это раскрывать полноценно Хорошо, новых диалогов не появилось У меня есть пурпур, есть пурпур в сердцах, который наш инструмент Возможно, мы даже сейчас наберем колбу пурпура и действительно сходим на ящера А может не к ящеру, может еще куда-нибудь сходим Я пока не придумал Но в общих чертах мы раскрыли юну А за это патриарх раскроет нам череп Так что, с одной стороны, сейчас, конечно, стоило бы идти к ИРФ И потратить на нее янтарь С другой стороны, может быть резоннее потратить сейчас янтарь на бой с червем Или, возможно, с патриархом Потому что ему не понравится, что мы раскрыли два сердца его сестре Это сто процентов Я дорощу, наверное, оставшийся пурпур В сотку Начнем мы проращивать сирень на дерево В следующем цикле обязательно надо будет посадить Еще и ловушку заряжать Так, к слову Ну и другие цвета тоже можно, в принципе, порастить пока Кроме, естественно, золота Так, ну что Я не знаю, что вы еще тут сидите На этом у нас серия заканчивается Подписывайтесь, комментируйте, оставьте ваши оценочки Рекомендуйте канал знакомым И до следующих серий Всем пока